Время собирать камни, да только необычные, а уникальные по своей структуре и возрасту происхождения. Речь идет об аммонитах, органических окаменелостях, которые 410 миллионов лет назад, будучи моллюсками, плавали в бескрайних водах Мирового океана. Для чего их выискивает и собирает житель аула Красновосток Юнус Матков, и как у него получается вдохнуть новую жизнь в древние моллюски, узнавала Фатима Даурова. Пока циркулярная пила набирает обороты, мастер-самоучка Юнус Матков примеряет этот круглый кусок септарии или черепашьего камня, как обычно его называют в просторечии. Каждый надрез просчитан до миллиметра. На срезе этот камень обладает уникальным живописным рисунком, который напоминает панцирь рептилий. Это один из элементов конструкции, где главным материалом служат аммониты. Свой первый аммонит скульптор нашел в 2004 году, совсем случайно прогуливаясь по руслу местной речки. Предшествующее этой находке масштабное наводнение, накрывшее Карачаево-Черкесию в 2002 году, размыло берега маленькой речки и в кое-каких местах проявились окаменелые останки древних моллюсков. Наткнулся я на него, кусок большой скалы обвалился, и он прямо торчал в этой скале посередине. По неопытности я его начал неосторожно так добывать, зубилом начал выковыривать и поломал. Он примерно был сантиметров 50 идеальной формы. Опыт обращения с деликатным материалом мастер наработал позже, часами обрабатывая камень и доводя его до совершенства. Аммониты – уникальный случай перехода материи из мира органики в царство минералов. Для данного процесса понадобилось много миллионов лет, но факт остается фактом. Эти существа стали нашими современниками, но уже в виде ископаемых минералов с различными химическими, физическими и даже, как считают некоторые, магическими свойствами. Вот это у меня очень редкий аммонит. Это называется гетероморфные аммониты, которые под воздействием чего еще ученые не выяснили, меняют свою форму. Они бывают очень разных форм. Вот он у нас. Сейчас в процессе реставрации будет выглядеть вот так. Это для гетероморфа размер очень большой. Редко попадается таких размеров 35 сантиметров. Авторская коллекция столов с древними моллюсками, специально выставленная для съемочной группы, украшает двормастера. Каждый из них – произведение искусства с привкусом долговечности, символ времени и идеального союза культуры и истории. Технически сложный процесс превращения плавно переходящей в композиции из аммонитов для украшения и гармонизации интерьеров. Материал, из которого они сделаны, вот эта столешница, материал называется септария. Они тоже водятся в наших краях и по всему Кавказу. И вот таких больших размеров, что можно будет журнальный столик из него сделать, очень редко попадаются. Это минерал столешница, а это окаменелость. Когда-то был моллюск, живой морской обитатель. Вот так в случае нашего героя неожиданная находка переросла в увлечение, а увлечение в мастерство и профессиональную деятельность. Но хотя наш край богат этими древнейшими окаменелостями, их все реже и реже стали находить. Сейчас в основном автору материал поставляют из Кабардино-Балкарии и Дагестана. И тем ценнее становится каждый экспонат, который обладает уникальным и изысканным дизайном. Фатима Дорова, Олег Молхожев, Вести, Карачаева, Черкесия, Красный Восток.